Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Меня зовут Катя и у меня сегодня мой финал Project Pen. Я не делаю длинные Project Pen по году, допустим. Я делаю короткие, приблизительно по 3 месяца, потому что у меня нет супер много продуктов. Но когда я вижу, что набирается уже многовато, я тогда делаю Project Pen и какое-то небольшое количество продуктов использую в течение 3 месяцев более активно, а остальные по желанию. И потом тогда немножко пополняю свою коллекцию и потом снова делаю такие короткие Project Pen. И в этот раз у меня было, я все записывала 15 продуктов и я сделала ошибку, я не сфотографировала все сразу, только тени у меня сфотографированы с октября месяца. Проект начала 8 сентября. Сначала думала еще записывать граммами, но тоже эта идея не со всеми продуктами себя оправдывает. И у меня из 15 продуктов в первый месяц закончился 1, во второй месяц, это во второй отчет, закончилось еще 5. И вот сейчас в последний отчет еще закончилось 1, 2, 3 и другие продукты уменьшились. И я тогда покажу, чего сколько было и что закончилось. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. В первый месяц у меня закончился вот этот гель прозрачный для бровей. Мне трудно оценить, сколько было его всего, но это небольшой объем, здесь 5 миллилитров, я думаю, что наверное была, может быть, меньше половинки. И вот так примерно по времени использования. И я говорила уже, что этот гель мне не понравился, вот там какие-то остатки, потому что он не прозрачный, он оставлял такой белый налет некрасивый на бровях. Несмотря на то, что фирма себя позиционирует как именно фирма, которая занимается уходом за бровями и стоит совсем не бюджетно. Потом во второй месяц у меня из 15 продуктов закончилось еще 5. И это было масло. Его на начало проекта было вот столько примерно. И я его просто более активно использовала, уделяла ему больше внимания, чем другим продуктам для волос. И закончила его уже во втором отчете, его не было. Мне вообще шампуни и вот это масло от этой фирмы итальянской, нашей, мне понравилось. Приятная вещь, с приятными ароматами, такими восточными немного. Дальше я закончила пудру. На начало проекта ее было, ну не половина, но много было. И на самом деле мне сложно было, она у меня очень долго. Была мне сложно было ее заканчивать, потому что я какую-то часть наносила на Т-зону и наносила такой довольно-таки неплотной кистью. Но я потом начала уже в проекте наносить более плотной кистью. И по совету одной из зрительниц эту пудру намешивала в метеориты. И тогда могла использовать как каждодневный продукт. И таким образом она у меня наконец-то закончилась. Дальше что у меня закончилось? У меня закончилась вот эта тональная основа от Бобби Браун. На начало проекта ее тоже было вот столько примерно. И она у меня уже довольно-таки давно. Когда я только покупала это средство, оно мне очень нравилось. Потому что оно действительно немножко такой придает матовый финиш. И такой хорошо перекрывает. Но чем я вот говорю, что старше, кожа старше, уже таких средств плотных не хочется. Поэтому я думаю, что это все-таки больше такое средство для более молодой кожи. Закончилось тоже во втором отчете у меня. Закончился во втором отчете вот тоже этот бальзам для губ. Очень был приятный. С приятным таким вкусом на губах. И его на начало проекта было больше половины точно. И закончился весь. Я оставлю там внизу, если вдруг кому-то будет интересно, видео на начало проекта. И в следующие разы буду умнее, буду делать фотографии, чтобы сразу видеть результат. И закончилось еще тоже во второй отчет проекта тушь от Chanel. Она уже была суховата. Мне вообще эта тушь нравится. Но я все время этой кисточкой умудрялась себе как-то кольнуть в глаз. Вот это такая единственная форма кисточки, с которой у меня когда вот у корней красила, так иногда получалось. Они очень остренькие, эти частички. Но вообще тушь понравилась. Я бы с удовольствием когда-нибудь повторила. У меня была в оттенке Midnight Blue. Очень приятная. И что у нас тут остается? И у нас остаются вот эти продукты. И сейчас я тогда расскажу, вот что я сумела после второго отчета использовать до сегодняшнего дня. И если так, с чего тут начать? С того, что закончила. Начнем. Это помада Tom Ford. Это малютка, которые вот эти по именам помады. Вообще, мне нравятся вот такие маленькие версии продуктов. Они быстрее заканчиваются и не залеживаются в коллекции. Можно что-то новое пробовать. Ее было на начало проекта, ну, наверное, больше, чем две трети. Я закончила. Я, ну, как бы там не выковыриваю до самого конца. Считаю, что это уже полностью законченный продукт. Помада мне эта, в общем-то, понравилась. Она, конечно, не стойкая, такая увлажняющая. Я покупала ее со скидкой. Стоила она мне чуть больше 20 евро. Но я бы не повторяла. Но она не произвела на меня такого впечатления, что я бы хотела заплатить снова много денег за такого, скажем так, формата помаду. Да, она приятная. Но это не что-то супер особенное. Рада, что закончила. Рада, что попробовала. И пока что от Tom Ford я, к сожалению, еще ничего не пробовала. Очень разные отзывы на его продукты. Кто-то его очень любит. Кто-то тоже не понимает, за что платить такие деньги. В общем, помаду закончила. А дальше буду смотреть насчет коллекции. Пополнять ли что-то продуктами от этого бренда или нет. Дальше, что еще? Закончила ужасный блеск от Pat McGrath. У меня есть еще в других оттенках. Там не чувствуются так эти дефекты, как вот у этого оттенка. Dare to bear. Он западал просто в морщинке, блеск сам. И как бы отдельно был цвет в морщинках, блеск на губах. Но мне не понравился. Я вообще, для меня вот этот бренд, из того, что я попробовала, там однушку тени. Вот эти блески, какое-то недоразумение. Я не понимаю, за что платить такие деньги. Возможно, эти палетки десятки другие. Но вот это вообще не тянет на люкс. Но закончила этот, и слава богу. Дальше. Закончила вот эту тушь от Benefit. Тоже мини-версию. Она уже тут подсохла. И уже когда я последние разы ее наносила, мало того, что она совсем из-за того, что подсохла, неаккуратно наносилась, так еще и к концу дня опадали частички. Ну, и она сразу у меня, за счет того, что вот она удлиняющая, она у меня пачкала верхнее веко. Но это не мой, скажем так, продукт. Я люблю такие более натуральные макияжи. И у меня, допустим, есть, вот с чем тоже сейчас посетить сравнить. Вот такая от Marc Jacobs. Ну, допустим, его нет. Но такого типа, такого типа тоже туши, с такой кисточкой много. Они тоже удлиняют, придают объем, но они не оставляют грязным веко. И все равно ресницы как-то выглядят аккуратнее. Вот с этой тушью она удлиняет, она придает объем, как обещано. Все на картинке, но очень неаккуратная. Неаккуратная какая-то, и вот века эта грязная, мне не понравилась. Это совершенно не мой продукт. Это у меня закончилось. И что у меня осталось? Почти что закончился вот мой тоже японский бежудо-мер блеск. Я впервые в жизни вытащила ограничитель из блеска. Где тут он у меня? Вот эту часть вытащила, потому что мне настолько понравился блеск, что мне жалко хоть капельку, что я не использую. Поэтому я его докончу, я уже вот думаю, ну декабрь, начало января. Потому что я его использую каждое утро. Мне очень нравится этот блеск. Он просто потрясающий. Он очень красиво смотрится на губах. Хорошо увлажняет. Я говорю, что он делает губы такие, они выглядят как свои, только гораздо лучше. И пока не пьешь, не ешь, он очень хорошо, долго держится на губах, очень комфортное чувство и придает красивый оттенок. И я наверняка чуть позже, когда свою коллекцию сейчас немножко тоже уменьшу, я думаю, что я буду повторять этот блеск. Это, ну за этот год, наверное, у меня один из лучших блесков, которые были для губ. Так, немножко тоже такой есть прогресс в тенях от Charlotte Tilbury. Ну, я даже не знаю, тут мне тоже тяжело определить, сколько я использовала, но хорошо вот так прошлась. Может быть, одну третью, одну четвертую, может быть, использовала. Ну, я их каждый день использую в качестве базы. И думаю, что все-таки в следующем году я их закончу. Метеориты. Ну, с метеоритами тоже тут тяжело, тяжело. Вот сейчас у меня есть другая Laura Mercier пудра. Я тоже туда немножко добавляю, делаю такую, немножко их вот так, как это сказать, раскрашиваю. Делаю такую крошку и использую тоже довольно-таки часто. Может быть, в течение следующего года и закончу. И что еще у меня осталось? Так, помада Shanty Kyle. Я ее использовала, но у меня, в общем-то, все продукты, вообще, не только этого бренда, но и другие в стиках, у меня почему-то они ломаются. И тут осталось немного, но я рассчитывала побольше использовать. Вот, все. Ну, остался еще кусочек на следующий год. Она приятная, она матовая, но не сушит губы. Но тоже этот бренд очень дорогой. Продукты вроде бы красивые, но не сказать, чтобы это что-то такое вот прямо особенное, чтобы платить такие деньги. Эту красную помадку я практически не использовала. Она у меня так и остается. Я ее не буду выбрасывать, несмотря на то, что она поломанная. Потому что очень-очень красивый оттенок. И с ней все в порядке. Запах, консистенция, все с ней хорошо. Поэтому я ее оставляю. И с тенями у меня такой довольно-таки большой прогресс. Сейчас я вставлю фотографию от октября месяца. Вот, я практически во всех оттенках дошла до дна, кроме вот этого. И они у меня довольно-таки быстро идут. Но сейчас я думаю, что я все-таки ее отложу на некоторое время. Потому что у меня другие палетки тоже любимые есть. Но вот с этой я за два месяца, сколько тут, за три, постаралась как следует. И вот такой результат у меня получился. Свочи делать тоже не буду. И следующий проект, наверное, начну через какой-то месяцок. Сделаю снова такую ревизию своих продуктов. Сейчас у меня три месяца, когда я декоративку не покупаю. Только можно уход в размере 50 евро в месяц. Ну и, конечно, у меня уже много хотелок и из японского люкса тоже, и из европейского. Но пока что вот такой перерыв. И следующий Project Pen, говорю, где-то через месяц начну. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если вам не трудно, поддержите лайком, подпиской. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok